Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас небольшая история из Греции. Британка Кэролин Крауч познакомилась с греком Бабисом Анагностопулосом во время каникул, девушке, потерявшей голову от красавца-пилота, в тот момент еще не исполнилось и 18 лет. Дождавшись совершеннолетия Кэролин, пара в 2018 году поженилась. Только о счастливой семейной жизни на берегу Игейского моря, которой грезила британка, стоило забыть, жизнь Кэролин превратилась в кромешный ад. Все началось безобидно, бытовые споры, конфликты и ругань. Только причиной всякий раз становился страх мужа, что рано или поздно жена его бросит. В какой-то момент изнуряющие скандалы заставили Кэролин на самом деле задумываться о разводе. Но в конце 2019 года пара узнала, что ждет ребенка. Тогда у девушки мелькнула надежда, что с появлением дочери муж опомнится и перестанет ее изводить. «Я не хочу, чтобы мой ребенок рос без родителей», – написала тогда в своем дневнике Кэролин. «Во время беременности у Кэролин случился серьезный скандал с супругом, когда между ними завязалась потасовка. Я ударила его, начала сыпать в его адрес проклятие, а он взял и сломал дверь. Все, чего я хотела, чтобы он спросил, как я себя чувствую с утра. А я проснулась уставшей и обессиленной», – написала в тот день Кэролин. «Я подумываю об отъезде, подумываю, чтобы перебраться к сестре. Не знаю, смогу ли я продолжить жить с бабе. Я люблю его так сильно, что не могу бросить его, даже если эти отношения для меня болезненны». Гормональные качели продолжали подтачивать отношения в семье. Я накричала на него, ударила и сказала, что не хочу носить нашего общего ребенка, мне плохо, я жутко расстроена, я знаю, что он никогда не обидит моего ребенка. Моя любовь к дочке сильнее всего на свете. Малышка Лидия появилась на свет в июне 2020 года, а через месяц после этого Кэролин оставила в дневнике следующую запись. «Сегодня день, когда моей малышке исполнился месяц. А также день, когда я сказала бабе, что хочу уйти, чувствую себя ужасно». После этого разговора Кэролин все-таки не ушла от мужа. Ее слова подействовали на бабиса. Он просил прощения и на первый взгляд исправился, перестал изводить супругу. Но, как оказалось, затаил обиду на жену. Почти через год, 12 мая Грецию потрясла страшная трагедия. Трое грабителей ворвались в дом Кэролин и бабиса. Связали их, угрожали пристрелить их дочку. В результате нападения преступники задушили сопротивлявшуюся британку, а затем сбежали с 10 тысячами фунтов. Общественность сочувствовала вдовцу, оставшемуся в одиночку с маленькой Лидией. Следователи начали расследование, банда злоумышленников была объявлена в розыск. Только эти усилия оказались напрасны. Правда лежала на поверхности. При детализации данных фитнес-браслета Кэролин в день трагедии стало известно, что британка умерла задолго до предполагаемого нападения неизвестных преступников. А вот телефон бабиса показал, что вместо того, чтобы быть привязанным к кровати, он всю ночь бегал с чердака в подвал и обратно. Более того, в час ночи кто-то удалил все данные камеры видеонаблюдения, за несколько часов до того, как, по словам Грека, произошло нападение. Все эти доказательства заставили полицию пересмотреть показания бабиса. Следователи задержали безутешного вдовца сразу после поминальной службы, где он плакал, глядя на фото покойной супруги. Полицейские действовали осторожно, они попросили бабиса поехать с ними для опознания подозреваемого. Только в участке в Афинах Анагнастопулосу сообщили, что он основной подозреваемый по делу Кэролин Крауч. Мужчина сразу заявил, что это сделал он и что все расскажет. Он сообщил, что в тот день поссорился с Кэролин, пока он был на первом этаже, а супруга на чердаке они перебрасывались обвинительными сообщениями. Когда Кэролин написала ему, что он дурак, Бабис потерял самообладание. Он отключил камеру видеонаблюдения в доме и отправился на чердак, где у них продолжился скандал. В момент ссоры он толкнул жену на кровать и задушил подушкой. По его словам, он выдумал историю с ограблением ради того, чтобы защитить свою дочь. Теперь же неизвестно, как сложится судьба годовалой Лидии. Власти не говорят, будет ли она передана на попечение социальным службам или ее передадут родителям погибшей Кэролин Крауч. В любом случае, если суд признает Анагнастопулоса виновным, ему грозит пожизненное заключение. Поддержите ролик лайком, а канал подпиской. И будьте осторожны.